Рубеж XIII-XIV века в европейской истории на первый взгляд не предвещал глубоких потрясений. Распад Франкской империи Карла Великого в середине IX века в перспективе породил два крупных центра европейского политического пространства – Священную Римскую империю и Королевство Франция. К рубежу Высокого и Позднего Средневековья территории Европы уже несколько столетий были поделены между феодалами разного статуса и достатка, а эволюция культурного пространства Европы говорила о расцвете европейской цивилизации. Однако, если приглядеться ближе к отношениям власти и авторитета в X-XIII веках, то все оказывается не так просто. Сегодня мы разберем Франко-Фламандский конфликт 1297-1302 годов не только как некое локальное противостояние, но посмотрим на этот процесс объемно, как он связан с развитием феодальной монархии Франции и сложными процессами разделения европейских знатных домов между Англией и Францией. Мы рассмотрим битву при Куртре 1302 года как своего рода сигнал назревших изменений в политическом и общественном поле конца Высокого Средневековья. В середине XI века в политическое пространство постфранкского мира вошло Английское королевство, англосаксонская элита которого потерпела поражение в борьбе за свою автономию, объединившись вокруг нормандской династии, основанной Вильгельмом I завоевателем. Коллизия, при которой король Англии одновременно как герцог Нормандии являлся вассалом французской короны, ставила обе стороны в весьма неоднозначное положение. Особенно, если принять во внимание процесс постепенного усиления французской королевской власти при династии Капитингов. Англия, высшая феодальная знать которой с середины XI века состояла преимущественно из франкоговорящих представителей, воспринималась современниками как часть общефранцузского пространства. А это означало, что корона Франции рано или поздно начнет постепенно присоединять к себе фактически автономную монархию, как это происходило с графствами и герцогствами на территории материка. Еще одним серьезным ударом для Франции, а точнее ее королевской власти, стало расширение династии графства Анжу. Ее представители через войны, браки и союзы настолько расширили свой сюзеренитет, что их представители, начиная с Генриха II, являлись королями Англии, образовав династию плантагенетов. Графы Анжу таким образом объединили под собой довольно обширные территории, общность которых будет сохраняться на протяжении почти 80 лет. В подобных условиях феодальные войны, где одной из сторон являлись французские короли, выступающие против независимого сюзерена, были довольно типичным событием этого периода. К середине XII века французской короне удалось переломить ход событий в свою сторону и расстроить условную Анжуйскую империю. После серии войн французского короля Филиппа II Августа с королем Англии Иоанном, прозванного как раз из-за этих событий безземельным, к королевскому домену Франции удалось присоединить графство Анжу, Мен, Турень и герцогство Нормандское. Впрочем, автономность Квитании и Гаскония, их близость к франкоязычным домам Англии сохранится еще на пару столетий. В целом, каждый французский король стремился расширить свой домен, прекрасно понимая, что его власть зиждется исключительно на силе короны и ее владений. Все это подогревало стремление английской монархии расшириться на континент и заполучить под свое покровительство больше материковых французских домов, еще не подконтрольных напрямую французской короне. Если Бургундия и близкая к Анжуйским домам Гасконь легко шли на союз, то в совсем никак не связанных с Англией владениях отшли политические, финансовые и экономические инструменты. Особенный интерес в этом вопросе вызывали территории Франции, смежные с землями Священной Римской империи, многие из которых вплоть до 15-16 века имели весьма неоднозначное положение. Графство Фландрия, до сих пор сохранявшее свою фактическую независимость от французских королей, но являющееся богатым торговым и промышленным регионом, вызывало интерес как у англичан, так и у французов. На севере Фландрия располагала довольно крупными портами, южнее находились центры производства красок для тканей, одного из самых дорогих товаров того времени. Такие города, как Брюге, Ипор и Гент одновременно являлись крупными центрами производства и экспорта одежды, расходившейся по всей Европе. Так Фландрия представляла собой, кроме узла торговли Северной Европы, еще и развитый ремесленный регион, на территории которого, кроме графской власти, свое развитие получило явление вольных городов, не подконтрольных ни графом, ни тем более сторонним силам в виде французских или английских королей. В период правления французского короля Филиппа IV Красивого происходит, пожалуй, кульминация, усиление монархии Франции. Филипп IV, располагавший к периоду своего восхождения на трон весьма обширными владениями королевского домена, вел максимально независимую от феодалов и церкви политику, на осуществление которой ему требовались огромные ресурсы и денежные средства. Неспроста именно в период его правления происходит распуск богатейшего ордена тамплиеров с изъятием его имущества, конфликты с римским папством, запрет на вывоз золота и серебра из королевства и попытка окончательного разрешения вопроса английского влияния на материке. Значительная часть Гаскони и Аквитании все еще находилась в руках плантагенетов, хотя у Англии к тому времени были уже свои проблемы на территории Британии. Востание баронов, конфликты с Уэльсом и война с Шотландией, в которую немало вкладывалась французская корона, стремясь отвести внимание англичан подальше от материка. И действительно, все это сильно отвлекало представителей династии плантагенетов от внутрифранцузских событий. В конечном счете, чтобы не потерять контроль над так называемой областью Гиень, король Эдуард I после серии угроз и конфискации земель в 1286 году соглашается, как граф Гиене дать Филиппу IV вассальную присягу французского образца – бумаж. Впоследствии, король Франции, чтобы еще сильнее сблизить дома и проникнуть в самое сердце английской короны, вероятно намереваясь со временем обосновать свои претензии или своих наследников на титул короля Англии, выдает свою дочь Изабеллу замуж за английского наследника – Эдуарда II. В будущем это станет причиной столетней войны и взаимных претензий Англии и Франции на корону, хотя изначально Филиппу IV этот ход, вероятно, казался выгодным. В то время как на юго-западе Франции разворачивалась интрига с Гиенью, Эдуард I договаривался с бургундцами об общем антифранцузском союзе для нанесения внезапного удара, Филипп IV строил планы по постепенному вытеснению английского влияния из Франции, на территории Фландрии начинает разгораться антифранцузское движение. И не на пустом месте, ведь одновременно Филипп IV ведет активную политику присоединения Фландрии к королевскому домену. В этом деле ему помогают графы Артуа и ближайшие лояльные короне графства. В 1290-х годах французские послы смогли склонить на свою сторону графа Энно Голландии и Зеландии Жанна II Деавена, стремившегося включить в свои владения все больше территорий и графств на правах личной унии. И ближайшие богатые земли на западе от его владений выглядели вполне привлекательной целью. Фландрия оказалась в окружении французских союзников. С востока Голландия, с запада графства Артуа в составе французского королевского домена. Для графа Фландрии Ги де Дампьера подобное положение дел выглядело весьма необнадеживающим. И в качестве союзника как раз, кстати, выступила Англия, для которой франко-фламандский конфликт был лишь еще одним способом ослабления и отвлечения внимания французской короны от событий на юго-западе. Открытость портов Фландрии перед англичанами давала возможность использовать графство как плацдарм для будущих вторжений на материк. Еще одним шагом в сближении Фландрии и Англии стал Льерский договор 1294 года, согласно которому дочь фламандского графа Филиппа должна была выйти замуж за наследника английской короны, будущего Эдуарда II. Англия неспроста вела столь активную политику по привлечению новых союзников в свой альянс. Ведь как раз в 1294 году Эдуард I нарушил вассальную присягу и уже начал открытую войну с Филиппом IV за Гиень. Однако союзу Англии и Фландрии было не суждено сбыться. Филипп IV, уже планируя помолвку своей дочери Изабеллы с Эдуардом II, узнав о заговоре, заманил графа Ги де Дампьера в Париж, где арестовал его и отпустил только когда тот передал королю свою дочь Филиппу на воспитание, а фактически в заложники. Перспективный брак с английской короной был расстроен, и фактически после этого интерес Эдуарда I к фламандским событиям значительно уменьшился. Для графа Ги каждый прошедший год уменьшал силу заключенных с Англии союзов. И осознавая, что если все будет продолжаться так же, его владения рано или поздно будут поглощены Францией, он в 1297 году окончательно разрывает отношения с французским королем, объявив о своей непокорности и полной независимости в личном письме. Французская сторона восприняла этот жест как мятеж земель по Верденскому договору, входивших в ее политическое поле. И летом того же года в графство прибыли королевские войска для подавления фламандского мятежа. Во главе войска численностью около 6000 человек, Роберт II де Артуа без особых проблем смог подавить мятежное выступление. Захватывая одну крепость за другой, часть лояльных фламандских городов без боя сдавалась французам. Поддержки со стороны Англии граф Ги де Дампьер так и не дождался. Эдуард I в это же самое время был занят разразившейся войной с Филиппом IV за Гиень и попросту не успевал прийти на помощь, а резервы оставались в Шотландии. В итоге к 1300 году мятеж фламандцев был подавлен, а ги де Дампьер и два его старших сына были схвачены, вывезены во Францию и заключены в тюрьмы в разных ее частях. После личного визита Филиппа IV Фландрия была официально включена в состав Франции, как королевский домен. В качестве графа и наместника здесь был поставлен Жак де Шотильон. Война с Англией, огромные средства, ушедшие на содержание войск и двора, привели к увеличению податей и налогов в разных частях Франции. Фландрия, как недавно присоединенная территория, воспринималась многими французами как завоеванное мятежное владение, что на деле приводило к огромному количеству злоупотреблений со стороны французских властей, увеличению налоговых поборов, в первую очередь с богатой гильдии вольных городов. В течение 1301 года во Фландрии постепенно накапливается недовольство, а владения феодалов, особенно ранее лояльную графу Гиде Дампьеру, подвергались грабежу и разорению. В конечном итоге такие злоупотребления практически выбили у профранцузской стороны Фландрии почву из-под ног, особенно когда в дело включились представители городской торговой и ремесленной прослойки. Эпицентром волнений выступил город Брюгге. Здесь глава цеха ткачей Петер де Каник и старшина мясников Ян Брейдель подняли восстание против французского присутствия. В город срочно были введены французские гарнизоны, но в ночь с 17 на 18 мая 1302 года фландрийцы, скрытно вооружившись, внезапно напали на уличные патрули и казармы, вынудив немногих уцелевших французов спасаться бегством из города. В ходе уличных столкновений погибает французский наместник Жак де Шатильон. Ворота были закрыты, уже на следующее утро горожане объявили о сборе ополчения. Довольно быстро новость о восстании в Брюгге разнеслась по Фландрии, и к лету, к изначально довольно локальному восстанию, подключились соседние города и феодалы, лояльные ранее власти арестованного графа Ги де Дампьера. В числе рыцарей, возглавивших восстание, были его младшие дети, граф Намюра, гиды Намюр и марграф Жан I. Из прочей местной знати, поддержавшей восстание, были граф Жан де Ренес, зеландский феодал, сторонник независимости этих земель от Голландии, и Вильгельм Юльхский, родственник арестованного бывшего графа Фландрии. О своей поддержке Брюгге вскоре заявили практически все города восточной Фландрии, кроме Гента, городской совет которого поддержал Филиппа IV. Хотя в городе все равно самовольно собралось ополчение в 700 человек под началом городского патриция Яна Берлоу. Они выступили в общее войско. Восстание не поддержали профранцузские города Кессель и Куртре. Одновременно в течение первых месяцев в восстании начинает постепенно собираться французская армия под началом Роберта II, графа Артуа, который уже прославился под давлением фламандского восстания в предыдущие года. Восточно-фламандская армия состояла по большей части из вооружившихся ополчений городов и относительно небольшого рыцарского контингента. Насчитывало около 8 тысяч человек, среди которых находилось около пяти сотен арбалетчиков, 7 тысяч разновооруженных пехотинцев и четырех сотен тяжеловооруженных феодалов-садников. Войско двигалось на запад, в сторону территорий оставшихся под властью французов. Затем свернуло на юг, где одним из важнейших стратегических пунктов на их пути оказался город Куртре, занятый к тому времени небольшим гарнизоном французов примерно в две сотни человек. Их, однако, в совокупности с массивными стенами и башнями хватило, чтобы дать отпор армии восставших. Фламандцы не смогли сходу овладеть городскими укреплениями и разбили лагерь прямо под городскими стенами, рассчитывая вскоре возобновить штурм. Но приготовления затянулись на целых две недели. Настоящей неожиданностью для них стал подход 11 июля 1302 года к окрестностям города Куртре французской армии. В ее состав входили наемники из Северной Италии, в частности около 1000 человек из Ломбардии, 5000 пехотинцев из числа французов и наемных отрядов из Наварры. Основной силой армии был контингент феодальной рыцарской конницы – 2500 тяжеловооруженных всадников. Обнаружив фламандцев под городскими стенами, граф Артуа сходу оценивает обстановку и делает в целом верный вывод, что армия восставших сама создала ситуацию для своего окружения. Он разделяет всадников на три большие группы, большую часть пехоты и арбалетчиков выстраивает фронтом к противнику, а остальные отряды ведет в обход к реке, чтобы окружить фламандцев и отрезать им любые пути к отступлению. После этого маневра положение восставших уже выглядело не очень обнадеживающим. Хотя от французов их отделяли рвы и речные ручьи, формирующие естественные преграды, отрезанные от снабжения и пути отходов со всех сторон, они оказались в смертельной ловушке. Битва началась с перестрелки арбалетчиков, в которой фламандцы оказались в заведомо проигрышной ситуации перед наемниками из-за нехватки опыта и значительном численном перевесе итальянцев. В течение первого часа стрелки были вынуждены отступить за ряды пехоты, и обстрел арбалетчиков перенесся уже на ряды ополчений. Несмотря на это, почти весь запас арбалетных болтов ушел до этого на стрелков фламандцев, а оставшегося попросту не хватало, чтобы нанести серьезных потерь рядам пехоты и хоть сколько-нибудь расстроить ее позиции. В бой вступили пехотные силы французов, но здесь вскоре вскрылась уязвимость. Французских отрядов едва хватало, чтобы перекрыть все восточное направление. Здесь они уступали фламандцам в численности, и когда завязался продолжительный бой, возникла опасность прорыва мятежников в этом направлении. Все же еще оставалась надежда на успех центральных частей, и тогда французам нужно будет лишь держать позиции справа, чтобы довершить окружение и разгром противника. Однако в течение следующих часов столкновения ни одна из сторон не смогла осуществить прорыв. Фламандцы хорошо пользовались возведенными лагерными укреплениями и рвами. Их вооружение и бронирование, хоть и уступало по качеству французскому, но было достаточным, чтобы отбиваться от постоянно нарастающих атак. Граф Артуа, наблюдавший статичный бой уже несколько часов подряд, и феодалы, входившие в состав его армии, все отчетливее понимали, что только общий натиск тяжелой конницы сможет пробить брешь в позициях фламандцев и переломить ход сражения. В пехоте отдан сигнал к отходу, и чтобы не дать противнику перестроиться, рыцарские отряды тут же начинают наступать на позиции восставших. На правом фланге отступление французской пехоты превращается в беспорядочный отход, из-за чего некоторые солдаты были затоптаны насмерть, наступающей кавалерией, а остальные в рассыпную бросались в бреше между отрядами всадников, стремясь избежать столкновения с их массой. Еще одним неприятным открытием стали ручьи, которые оказались глубже, чем представлялось со стороны, а берег куда более обрывистым. В итоге переправа французской конницы значительно замедлилась. Фламандцы успели заметить приближение конных отрядов, раздать все необходимые приказы и перестроиться, уведя плохо вооруженных воинов и стрелков назад, а первые линии своих рядов составив из копейщиков и воинов с древковым оружием. К тому времени первые отряды французских рыцарей уже начали налетать на строй ополчения, но получили неожиданный для себя отпор. Когда подошли основные силы, они хоть и смогли построиться и рысью войти в строй фламандцев, наступление быстро захлебнулось. Очередным неприятным открытием стала нехватка места для перестроения конницы. Ручьи и незначительное свободное пространство между ними и пехотой не давало рыцарям после натиска отойти от строя противника, спокойно перестроиться и повторить натиск. Вместо этого, разбившись на небольшие отряды, они смешали свои порядки и разрозненно то отходили, то наваливались на строй ополчения, теряя с каждым разом все больше и больше людей. Фламандцы наконец заметили, что их противник оказался в невыгодных тактических условиях и началась всеобщая контратака, окончательно зажавшая рыцарскую конницу между ручьями и наступающей массой пехоты, лишив ее возможности маневрировать. Многие феодалы были стянуты с коней и добиты на земле. Французский гарнизон Куртре, видя со стены происходящее в низине, вышел из города и попытался прорваться к рыцарям, чтобы помочь им, но здесь их немногочисленный отряд был остановлен и отброшен назад численно превосходящими резервами фламандцев. Пехотные части основного войска, оставшиеся в тылу, не имели достаточно хорошего обзора и видели лишь общую картину, едва понимая первое время, что происходит внутри самого столкновения. Они слишком поздно осознали происходящую катастрофу и, лишенные главных командиров, находившихся сейчас в самой гуще сражения, приняли решение отступать. Свой роль в этой нерешительности сыграл состав французской пехоты, наполовину состоявшей из дорогостоящих наемников, готовых подчиняться только своим прямым нанимателям и не желающих проявлять инициативу. С отходом основной армии французы потеряли паритет в численности, и после гибели самой авторитетной знати прочие феодалы предпочли спасаться бегством с поля боя. Лишь спустя несколько дней после сражения, когда остатки армии французов соединились, стало понятно, насколько фатальными были их потери. В сражении пала не просто часть высшей аристократии Франции того времени, но приближенные лица короля, люди, возглавлявшие высшие эшелоны власти в королевстве. Кроме графа Артуа и его сводного брата, в битве погибли констебль Франции, два маршала Франции, графы Эо Амале, герцоги Лёза, сын графа Соосона, главный советник Филиппа IV, и еще несколько сотен выдающихся представителей французской знати своего времени. Фламанцы потеряли в битве около сотни человек убитыми, и еще несколько сотен получили ранения разной степени тяжести. После сражения им досталось огромное количество богатого вооружения и экипировки. В том числе с убитых французов было снято около семи сотен золотых шпор, вывешенных как трофеи в монастыре под городом Куртре, а позже перенесенных в собор Брюгге, из-за чего в народе сражение получило название «Битва золотых шпор». Несмотря на всю торжественность и подъем патриотизма, сама битва не привела к значительным переломам в войне. Пландрия к 304 году окажется покорена и снова включена в состав Франции. К тому же в ближайшее время никаких значительных революционных изменений в военном укладе своего времени не последовало. Однако Куртре являет собой первый пример успешного противостояния пехоты простолюдин значительным силам рыцарской конницы, что, если мы посмотрим на историческую перспективу, предсказывало некоторые будущие изменения в военном устройстве средневековых армий. Битва при Куртре возглавляет цепь постепенных изменений характера войн в течение следующих столетий позднего средневековья 14-15 века. Армия, выстроенная по лучшим представлениям традиционной тактической мысли высокого средневековья, дорогая в содержании, оказалась разгромлена ополчением, набранным из низшего сословия. Отражение тактики фламандской армии при Куртре мы встречаем в адаптированном виде при Банакберне, Кресси и Азинкуре, в битвах гусицких войн и более поздних конфликтах. В результате, к концу 15-го столетия рыцарская конница стала менее важной в решении схода сражений. Сравнительно низкие затраты на ополченческие армии со временем позволили даже небольшим государствам, таким как Швейцария или раздробленным итальянским графством, собирать крупные в военном отношении армии, что во многом предрекало постепенный упадок феодального рыцарства в будущем и постепенный переход в 16-м столетии к армиям наемным. В свою очередь, обострение борьбы Англии и Франции в начале 14-го века за материковые владения и глубокие противоречия двух монархий в вопросах наследования власти вскоре перерастут в масштабное военное столкновение, которое навсегда изменит диспозицию сил в Европе и будет длиться порядка 116 лет. Оно войдет в историю под названием «Столетняя война». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова